привет это свят еду сейчас из центра москвы в химке прокатимся посмотрим может быть будут какие-то ситуации на дорогах сегодня у меня второй день я в городе это вот 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 Эй, тетенька, ты куда? Вообще в центре здесь вот есть такие пешеходные переходы. Они вроде бы оборудованы, но выскакивает человек неожиданно, абсолютно. Из-за вот такого забора, либо каких-то кустов. В Москве это такое частое дело, особенно в центре. Я вчера только первый день получил права и вечером сразу поехал в деревню. Деревня в 130 километрах находится от Москвы. Я выезжал из Москвы на закате и, конечно, это было что-то. Ну, то есть ощущения были замечательные. Это ты легально на дороге находишься, официально, легально. Никаких переживаний по этому поводу. Солнце светит красиво. Много очень байкеров разных едет. В закат. Ну, короче, я прям вчера кайфанул, с удовольствием прокатился. При этом у меня вчера был прикол. Бензин закончился, обсох я. Откатил мотик потом. Приблизительно, да, 3 километра я толкал. Ладно, что там не горка была, а наоборот, я так чуть-чуть с горочки его толкал. В этом плане мне повезло. В этом плане повезло и, как бы, до заправки, можно сказать, ну, практически докатился уже. А, то есть Тверской регион 69-й. Зачем сигнал поворота нам показывать, конечно. Они же придуманы для того, чтобы их не показывать. Просто так лампочки мигают. Вот он. Едет странно очень. Ну и что, товарищ, и что это такое было? Товарищ, ты очень опасно себя ведешь на дороге. А, ну понятно, он там, дядя, в шоке просто находится. Бухой, либо в шоке. Просто в шоке от того, что он за рулем машины едет. Так, ну вот тут вот. Тут как раз-таки одна из основных пробок на Ленинградке. Когда отъезжаешь из центра, в районе станции метро Сокол, начинается такая вот фигня. И это всегда так. Здесь можно проехать через тоннель. Можно проехать через дублер. Ну вот вторая пробка уже в районе станции метро Водный стадион и речной вокзал. Иногда вот эта пробка бывает от речного вокзала соединяется с пробкой, которая намастывает через канал имени Москвы. Что касается мотоциклистов на дорогах и взаимопонимания с водителями, многие, конечно, водители в стороночку отъезжают, когда видят. Ну а многие, прямо я вижу, что видят зеркало, что едет мотоцикл и как бы ничего не делают абсолютно, не отъезжают никуда, ничего. Я думаю, что люди не обязаны друг другу на дорогах, не надо наглеть вот так вот, что там типа не пропускают он и все. Я сам не люблю газовать там и так далее. Ну да, мне не нравится, конечно, что они не видят, просто в зеркала не смотрят. Потому что я когда сам вожу машину, я в зеркала смотрю всегда. Раз в 10 секунд контролирую территорию вокруг. А тут такая тема, ну люди вообще не, то есть они как бы у них свои дела, они там в телефонах сидят, в носу колупаются. Некогда смотреть. Ну а некоторые я вижу, прямо специально дорогу, как бы чуть ли не прикрывают. То есть они прям подставляют машину свою и едут так как будто специально. Спасибо. Спасибо. Так, дрочат в телефоне конкретно. Вон как едет, посмотри. В мобиле сидит. Видишь? Дебилки кончены. Вот сейчас еду по мосту через канал имени Москвы. И широкая такая полоса для мотоциклиста создана. Причем народ, я не думаю, что специально ее создает, просто широкие полосы здесь сделаны для движения. Есть соблазн на этой полосе вжарить. Хочется прям газу дать. Но не надо так делать. Можно не подрасчитать. Можно удариться зеркалом. Можно кто-то решит. Дверь открыть. Двери любят открывать таксисты. Очень любят плевать. Я не знаю, зачем они это делают. Может там на свай какой-нибудь жрут или еще что-то. Но они вот прям открывают дверь и туда сплевывают. Да, сколько ж это машин было объехано, а? С ума сойти. Сколько ж это время сэкономило? С ума сойти. Сейчас, когда я еду в пробке, жарко достаточно. На улице под тридцатку. Плевалочка. Вот спасибо, как тебе не хватало. Что-то у нас посреди дороги кто-то стоит. Мороженое продает. Нормально. Интересно, кто-то покупает у них мороженое какое-нибудь из из козьей слизи. Стремно у них покупать. Какое-нибудь достают. Какую-нибудь просрочку. Я не знаю, там что-нибудь такое. Дядь на КамАЗе что-то мне проблемку сделал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!